Мультибрендовый автоцентр Что почем? Как символ стабильности и мира в Бобруйске выросла новая аллея. Взяли шеф на данной территории и мы ее к весне приведем в подобающий вид. Кто постарался? Холодный режим. Голубые артерии прогреваются всего до 5-10 градусов тепла. Синоптики обещают комфортную половину недели, будут ли дожди. А также новые портфели, измененная цена и квадратные метры. В стране увеличился ввод жилья. Насколько? Рено Лада доехало до Бобруйска. Красную ленту перерезали на Георгиевском проспекте. Это первый подобный проект в нашем городе. Партнерам понадобилось всего лишь два года, чтобы воплотить идею в жизнь. Под одной крышей разместились представители российского, французского и японского автопрома. Максим Кембель знает больше деталей. Русский характер, французская утонченность и японская надежность. Мультибрендовый автоцентр доехал и до Бобруйска. Отныне 20 октября войдет в историю. Мэр города и руководитель салона перерезают брендированную оранжевую ленту. На 2000 квадратных метрах расположились три производителя. Рено Митсубиси Лада. Бобруйский центр стал десятым по счету в стране. И вторым после Минска, где официально представлена японская марка. По словам руководства, проект автосалона уникальный. В дальнейшем он будет браться за основу при строительстве подобных объектов. Я уверен, этот новый автосалон, это будет своеобразной изюминкой для наших граждан и вообще для города Бобруйска. Потому что то, что мы сегодня увидели, это воплощение в первую очередь архитектурного облика, инженерной проработки достаточно серьезной. Но и важно отметить, что это первый автосалон, который открылся у нас в городе. Реально реализован инвестпроект в течение двух лет. И те намерения и планы, которые были определены в начале именно пути инвеста нашего проекта, я сегодня вижу, что они воплощены даже с большим тем ресурсом, который мы для себя определялись. Три просторные шоурума рассчитаны на 22 автомобиля. Не отходя от кассы, расположился и сервисный центр. Включает он в себя 13 постов для обслуживания и ремонта авто, большой склад запчастей и аксессуаров. И все эти опции под чутким присмотром современных технологий и грамотных специалистов. Представлена у нас рем-зона для автомобилей, продаваемых нашим автоцентром мультибрендовым. Мы обслуживаем автомобили, которые мы представляем все, включая те автомобили, которые мы не продали. Мы тоже можем обслуживать Сираной, Митсубиси. В автоцентре представлены не только полюбившиеся многим Lada Vesta, X-Ray и Grand, а есть и обновленные аппараты. Например, французы изменили начинку своих авто. Мотор – совместная разработка с Mercedes. Под капотом 150 л.с. Renault Captur – прекрасное сочетание цены и качества. В комплектации – мультимедийная система, климат-контроль и стеклоподъемники. Новинкой для многих бобруйских автолюбителей станет тест-драйв. Совершенно бесплатно для этого нужно иметь при себе водительское удостоверение. Для тестирования разработано два маршрута – 2,5 и 8,5 километров. Руководство автоцентра уверяет – это лучшая возможность почувствовать машину. Вот и Александр Студнев решил оценить в деле японского железного коня. Во время тест-драйва клиенту рассказывают о характеристиках автомобиля. Мультимедиа, навигация, объем двигателя, расход топлива. Это модель 2018 года, да? Или 2019? 2019? Да. Мэр города пожелал сотрудникам нового центра хороших продаж и успехов в работе с клиентами, которых, к слову, уже немало. Одни приходят прицениться, другие – познакомиться с ассортиментом, ну а третий – из любопытства. Намного проще становится, не нужно ехать куда-то там далеко. Ну и обслуживание, все рядом, все дома. А вы сегодня пришли за покупкой уже автомобиля? Или только присматриваете здесь? Я в поиске, поэтому я хотела в Минск ехать. Ну, знаете, дела, заботы всякие. Поэтому, когда здесь не надо никуда ехать, это же намного удобнее. Поэтому я просто хочу сейчас посмотреть, все, прайс-тресты взяла, посмотрю дома. И потом остановлюсь на чем-нибудь. Старт работе дан. В ближайшем будущем в салоне появится еще один производитель авто с мировым именем. Больше подробностей смотрите «Воскресенье» в итогах недели. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. За Беларусь, аллею за сохранение мира и стабильности в стране высадили в Бобруйске. Локации для посадки выбрали территорию перед домом с известным лозунгом «Бобруйск – город для жизни». Здесь выросли сразу 15 кленов, но это только начало. В ближайшее время парк существенно разрастется. Посадку деревьев на себя взяли представители первичных организаций Белорусского союза женщин во главе с директором Бобруйска Громаша Надеждой Лазаревич. Инициативу, к слову, поддержали и жители дома. В рамках субботника горожане внесут свой вклад в экологию. Мы вот уже выбрали для себя территорию. Вот замечательный Бобруйск – город для жизни. Все написано, хороший, очень замечательный лозунг. И, конечно, мы будем уже взяли шеф на данную территорию, и мы ее к весне приведем в подобающий вид, чтобы было приятно и жителям этого города, и жителям этого микрорайона приятно здесь погулять и посмотреть на наши труды совместные. Я думаю, что это хорошее дело, когда вот так дружно мы не только украшаем наш город, но, наверное, и с точки зрения экологии очищаем от каких-то вредных веществ в воздухе. Я думаю, что такие акции, они идут только на пользу и нашему обществу, и нашим людям. И вообще от такой работы мы все получаем очень хорошую энергию. Мы сажаем сегодня молодые деревца. Что может быть лучше для женщин, которые, может быть, сегодня уже стали матерями, может быть, будут матерями, дать жизнь сегодня, кто-то дереву, кто-то человеку. Одним словом, быть источником жизни, продолжателем жизни и укреплением этой жизни – это, наверное, самая святая забота каждого человека на этой земле. И не случайно, наверное, наша Беларусь занимает сегодня 29-е место среди 179 стран мира по самым благоприятным условиям для создания материнства. Позже женское движение переместилось на территорию сельхозпредприятия. Здесь генеральный директор Бобруська Громаша провела экскурсию и рассказала о достижении холдинга. Тут же прошла выставка детских рисунков ко Дню матери. Позже члены Белорусского союза женщин продолжили общение за круглым столом. Кадровый вторник, квадратные метры и плюс к стоимости бензин снова вырос в цене. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Президент принял ряд кадровых решений. Новым помощником главы государства по Могилевской области стал Леонид Мартынюк. Андрей Сайко теперь возглавляет НАФТАН. Изменения и в ряде белорусских вузов. Наталья Лаптева встала во главе Минского лингвистического университета. Белгос-Университет культуры и искусств возглавит Наталья Корчевская. А Александр Баханович – новый ректор Брестского технического университета. Ввод жилья в Беларуси за год увеличился почти на 6%. Таким образом, в стране с начала 2020-го введено уже порядка 3 миллионов жилых квадратов. Это 32 тысячи новых квартир. Почти каждая вторая из них построена для белорусов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Белавиа продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку до 14 ноября. Также до 31 октября не будут выполняться полеты в Грузию, до 1 ноября в Ашхабад. Рейсы Будапешт, Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября. Вернуть деньги на отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта следующего года. В Минске появится новая транспортная развязка. Ее построят в столичной каменной горке в районе улицы Налибокской. Она разгрузит выезд из Минска через Притыцкого. Проект включен в планы 2021-2026 годы, но из-за степени важности его реализуют в числе первых. В Беларуси увеличилась стоимость автомобильного топлива снова на одну копейку. Так, литр 92-го бензина стоит рубль 69, 95-го и дизельного рубль 79, 98-го – 2 рубля 1 копейку. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Беларуси выздоровели и выписаны 80 503 пациента с COVID-19. Зарегистрированы 88 909 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 244 310 тестов. Такие данные приводит Минздрав. Ситуация с COVID-19 в мире продолжает оставаться сложной. Заболели уже свыше 40,5 миллиона. Погибли более 1 миллиона 100 тысяч. Страны принимают новые меры для сдерживания болезни. В Румынии горячей точкой пандемии стал Бухарест. В городе приходится по три инфицированных на каждую тысячу жителей. Власти приняли решение перевести в онлайн-формат школьные занятия, закрыть кафе, бары, рестораны и ввести масочный режим. В Ирландии кабинет министров ввел пятый уровень реагирования на COVID в стране. Здесь закрываются театры, музеи, спа, торговые центры и спортзалы. На фоне роста заболеваний Чехия введет в стране общенациональный масочный режим. Осенняя палитра. Сегодня Бобруйск весь день купался в лучах солнца. Однако воздух прогрелся всего до 9 градусов. Сильнее кутаться в шарфы и шапки застырял и холодный западный ветер. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. Беларусь выходит из-под влияния холодных атмосферных фронтов. Уже в среду ожидается потепление. В светлое время суток столбик термометра покажет плюс 13. Ночью от 1 до 7 тепла. Также сгустится туман. Утром и днем во многих районах пройдут дожди. Температура воды в реках и водоемах страны сильно снизилась. Голубые артерии прогреваются всего до 5-10 градусов тепла. Колеблется и уровень воды. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Днепре, Соже, Немане и Березине. Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло у берегов Аляски. Эпицентр подземных толчков располагался всего в 91-м километре к юго-востоку от города Сандпойнт. Жители ряда районов призвали перебраться на возвышенности. Некоторые школы на полуострове были эвакуированы. Сообщений о повреждениях не поступало. Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме возросло до 102. Еще 26 человек до сих пор счастливятся пропавшими без вести. Сильные ливни в стране не прекращаются с начала октября. Паводковыми водами затоплены 166 тысяч домохозяйств. Из пострадавших районов эвакуировали более 90 тысяч человек. Завтра в Бобруйске будет преимущественно облачная погода. Осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до 10 тепла. Ночью термометр остановится на отметке в плюс 5. Ветер южный до 6 метров в секунду. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях, в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо. 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 Счастливо.